Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в столицу Украины с официальным визитом. Он провел встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил глава Пентагона, это еще одна возможность подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы вместе с нашими союзниками и партнерами будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности, заявил Ллойд Остин. Также стало известно о новом пакете военной помощи. Он будет включать боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны. Под вашим руководством Украина отстояла свой суверенитет и доблестно сражалась. Вы привели украинский народ к тому, что с самого начала трудно было представить большинству людей. Мы увидели выдержку и изобретательность, мужество со стороны украинского народа, которые действительно произвели впечатление на весь мир. Послание, которое я хочу донести до вас сегодня, заключается в том, что Соединенные Штаты останутся с вами надолго. То, что происходит в Украине, важно не только для Украины, но и для остального мира. Поэтому США, наши союзники и партнеры будут продолжать работать над тем, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые для достижения успеха. На ваш взгляд, что это за визит? Какова его цель? Потому что действительно незапланированный, достаточно внезапный визит. Я думаю, он не запланированный. Скорее всего, он держался просто в широкой публике, не анонсировали по его подготовке. Однозначно, это важный визит, как политический сигнал продолжающейся поддержки администрации Байдена Украины. И на фоне того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это чрезвычайно ценный визит. То есть мы прекрасно понимаем, что Израиль для Соединенных Штатов ключевой союзник в чрезвычайно важном регионе. И сейчас фактически все западные медиа и, естественно, все усилия и президента Байдена, и госсекретаря Блинкина направлены на то, чтобы, скажем так, не дать возможности расшириться этому конфликту и по возможности как можно быстрее, чтобы пришло какое-то решение. И, собственно, как бы украинская повестка дня, она практически на втором, на третьем месте в западных медиа. Я уже не говорю о том, о чем говорят политики. Поэтому чрезвычайно важно было принять такого гостя. Это произошло буквально на выходных. Была опубликована статья Джозефа Байдена, где он, собственно, объединял два этих конфликта Хамаса против Израиль и Российской Федерации против Украины и говорил о том, что Соединенные Штаты будут сохранять свое лидерство и не собираются оставлять Украину в этом важном конфликте. Он очень правильно провел параллель с предыдущими двумя, скажем так, великими войнами, которые происходили на территории европейского континента, когда американцы не хотели в них принимать участие или же принимать участие в сдерживании тех сил европейских, которые стремились к конфликту. Но потом происходило то, что американские солдаты гибли на европейских фронтах. Поэтому, скажем так, абсолютно понятна логика Джозефа Байдена. Нужно остановить Россию, чтобы война и возможная победа России не привела к Третьей мировой войне, поскольку мы прекрасно понимаем, что Путин не остановится на Украине, он будет продвигаться дальше, если увидеть, что Запад фрагментирован, если у него нет долгой воли поддерживать Украину, если нет долгой воли Соединенных Штатов быть лидерами и защищать своих европейских союзников. Поэтому в этом контексте визит чрезвычайно важный. Я думаю, что говорили, кроме того, что ваша коллега из Киева озвучила, говорили о тех вещах, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине в ближайшее время, несмотря на то, что Палата представителей заблокировала голосование за законопроект, который предусматривает порядка 60 миллиардов долларов на следующий год помощи. Я думаю, что Остин говорил о своих разговорах с союзниками по европейской части НАТО, что они могут сделать, заместив временную неспособность американцев предоставлять в полном объеме помощь Украине. И я думаю, что также говорили о будущем, о военном, скажем так, помощи Украине, в том, чтобы Украина была способна защищать себя от будущей агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому визит важный, деталей, к сожалению, действительно не так много, но мы можем догадываться о том, о чем говорили за закрытыми дверями. Я добавлю еще к тому, что вы говорили о статье Джо Байдена, что, по-моему, в этой статье Байден действительно поставил знак равенства между Путиным и Хамасом, сказав, что это абсолютно одинаковые стратегии, по которым двигаются и Хамас, и Путин. А, насколько я помню, Ллойд несколько дней назад, выступая, кажется, в Конгрессе это было выступление, может быть, путаю, но заявил о том, что для США поддержка Украины именно в борьбе с Россией – это вопрос национальной безопасности. Мы видим, что и Белый дом, и Пентагон стараются решать эти вопросы. Однако пока, как мы видели, закон о предварительном бюджете этот вопрос буксует. И я бы хотел вам зачитать, можно сказать, мнение вашего коллеги, экс-посол Украины в США, Валерий Чалл, высказался по этому поводу. Он сказал, что ситуация развивается по наихудшему сценарию. Чалл считает, что республиканцы хотят отложить вопрос предоставления помощи, а там неизвестно, что будет дальше. Ну вот еще раз повторю, мы видим, с одной стороны, старания и Пентагона, и Белого дома, с другой стороны, вот эту вот пробуксовку, как вы считаете, ну, разделяете ли вы такой пессимистический взгляд своего коллеги? Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, будет проголосована помощь Украине. Мы слышали буквально после того, как, значит, спикер Джонсон был выбран, он сказал о том, что России нельзя позволить выиграть эту войну. Я понимаю, насколько сложная у него сейчас позиция, поскольку, с одной стороны, он должен удовлетворить трампистов, и одна часть этой группировки в Палате представителей говорит о том, что Украине вообще не надо никакой помощи предоставлять. Хотя большая часть республиканцев в Палате представителей, они поддерживают Украину, они считают, что администрация Байдена должна дать четкую, как они говорят, теорию войны, то есть какие цели, насколько долго такая поддержка необходима Украине, ну и какие цели Украина может достичь. Поэтому я более оптимистичен с точки зрения того, что Украина получит этот достаточно большой объем помощи. Другой вопрос, два вопроса есть времени. Скорее всего, это после дня благодарения, то есть, фактически, ближе к концу месяца. И второй момент важный – это размер суммы. Вполне возможно, что из этого пакета помощи могут изъять невоенную помощь, поскольку один из аргументов трампистов, что вот эти деньги, доллары этих налогоплательщиков должны тратиться в Соединенных Штатах для их интересов, а не поддерживая бюрократов или украинцев как таковых. Хотя, по большому счету, очень правильная мысль, что защита Украины и своего суверенитета и независимости – это является национальным интересом в Соединенных Штатах непосредственно, поскольку не будет мира и безопасности и для европейских союзников Соединенных Штатов, если Украина будет в состоянии войны, либо же, не дай Боже, проиграет. Поэтому для Соединенных Штатов сохранить безопасность и мир на европейском континенте, для того, чтобы европейцы помогали Соединенным Штатам в других частях мира, я не говорю про Ближний Восток, прежде всего, про противодействие Китаю, то, естественно, что в такой конфигурации победа Украины ценой небольших денег. Это для нас 40 миллиардов долларов, которые были потрачены на вооружение, кажутся большими деньгами. Но на самом деле, сколько денег необходимо будет, если Путин начнет конфликт с одним из балтийских государств, либо с Польшей, когда Соединенные Штаты будут вынуждены, согласно пятой статье Вашингтонского договора, защищать своих союзников вплоть до применения ядерного оружия. То есть этот конфликт, естественно, будет более кровавым, более опасным для всего мира. Я уже не говорю, что он более затратным будет. Поэтому очень логично, что украинцы, защищая свою свободу, решают, и также параллельно так совпало с интересами реализуют наших европейских соседей, которые боятся Российской Федерации, ну и также наших американских партнеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова